Доброго времени суток, друзья! В этом видео прозвучит подборка сильных слов из книги «Дневник реалиста». Данную книгу можно приобрести только на сайте автора, поэтому для удобства ссылку я оставлю в описании под этим видео. Полезного просмотра! Подавляющая часть людей с самого рождения двигается по пути так принято. На этом пути надо учиться не ради результата, а ради оценок. На этом пути надо два последних года школы не изучать то, что необходимо в жизни, а готовиться к ЕГЭ. После сдачи экзаменов можно все благополучно забыть. На этом пути надо поступить в университет, ткнув пальцем в список профессии, и затем пять лет создавать иллюзию обучения. Получить диплом и работать не по специальности. Тысяч так за 20 в месяц. Как раз на еду и услуги ЖКФ. На этом пути надо купить автомобиль, чтобы быть не хуже других. На этом пути нужно иметь телефон последней модели, чтобы удобнее убивать время в соцсетях. На этом пути необходимо жениться, потому что пора. На этом пути требуется усердно прогибаться перед начальством, чтобы на недельку поехать отдыхать в отель «Все включено» где-нибудь в Турции или Египте. На этом пути главное развлечение – посмотреть сериал и напиться с друзьями на выходных. И вот человеку уже около 40 лет. Есть какой-никакой автомобиль, какая-никакая своя квартира, есть долги, которые надо давать. И в какой-то момент человек понимает, что уже не так молод, как раньше, что все мечты так и остались мечтами, что выхода из такой жизни уже нет. Все всегда остается примерно так, как есть сейчас. Не стало бы хуже. Ты когда-нибудь задумывался, почему большинство людей не могут заработать достаточно денег и всегда живут на грани выживания? Есть причина, о которой мало кто задумывается. Человек стоит мало сам по себе. Суммарная польза от человека не так велика. У человека нет каких-то особенных навыков и знаний, которые бы стоили выше средней зарплаты, которые как раз хватает на полуголодное существование. Зачем платить больше, если еще тысячи таких же ребят ищут работу? В то же время кто-то обрел уникальные навыки, стал ценным и востребованным профессионалом, за что ему платят на порядок больше обычного работяги. С каждой ступенью развития тебя будут способны понять только те, кто тоже стоит на этой ступени развития. Чтобы достичь больших целей, тебе необходимо общаться с людьми, которые уже достигли этих целей. Под каждую цель должно быть прописано окружение. Люди, которые в чем-то лучше тебя, будут тянуть тебя к развитию. И инструменты общения нужны, чтобы превратить их в своих добрых друзей. Но для этого надо самому быть интересным человеком. Заглянем глубже. У тебя есть мама и папа, которые дали тебе жизнь. Твои часы затикали, когда ты родился. За спиной у мамы и папы их родители. Если взять семь поколений, то за твоей спиной стоят 128 человек. Эти 128 твоих предков прошли великие войны, раскулачивания, голод, репрессии и многое другое, чтобы ты сейчас мог читать эти строки. В каждой клеточке твоего организма есть фрагменты генов каждого из них. Руки, ноги, даже глаза, которыми ты сейчас читаешь эту книгу. Едва ли им жилось легко. Но знаешь что? Они боролись ради того, чтобы ты жил сейчас. Они вырастили и выкормили каждое следующее поколение. Твоя жизнь для них имеет бесконечную ценность. И если ты думаешь, что не имеешь права жить хорошо, что ты кому-то что-то должен, что твоя жизнь не имеет большой ценности, и ты очередной винтик системы, вспомни о том, что 128 человек не просто дали тебе жизнь. Они жили ради того, чтобы ты сейчас жил. И наверняка они бы пожелали тебе в твоей жизни ровно то, чего бы ты сам пожелал детям своих детей, которые будут жить через сотни лет. Деньги, достижения, цели – это лишь инструменты, чтобы ты был доволен и счастлив. Все это меркнет перед лицом времени. Твоя жизнь бесценна. Хорошо бы помнить об этом и больше обращать внимание на радости жизни.